Ещё день спустя Катерина рассказывает мужу, что ей приснился сон, будто тот колдун, который явился людям в Киеве – её отец, и будто он уговаривал её выйти за него замуж. Катерина и Бурульбаш садятся обедать, позвав и отца. За обедом Данила девится. Тесть его не хочет есть христианских галушек, брезгует и свининой, как мусульманин или еврей. Вечером Бурульбаш замечает, что в мрачном замке на той стороне Днепра загорелось окно. Взяв с собой казака Ститько, он идёт к реке. Пробираясь в зарослях Терновника, они внезапно видят, как мимо них проходит в том же направлении отец Катерины. Он переправляется через Днепр и скрывается из виду близ замка. Ститько и Бурульбаш следуют за ним. У стены замка пан Данила залезает на высокий дуб и видит через окно колдовскую комнату, залитую таинственным светом с непонятными знаками на стенах. Там летают нетопыри. В комнате появляется отец Катерины и превращается в того самого колдуна, который явился в Киеве. Колдун творит заклинания, и перед ним предстаёт сотканная из воздушного тумана душа его дочери. Зная явно больше, чем сама Катерина, душа начинает обвинять отца. Зачем он убил её мать? Зачем продолжает творить страшные злодейства? Душа замолкает, заметив смотрящую в окно Бурульбаша. Пан Данила быстро спускается с дуба и возвращается домой. Субтитры создавал DimaTorzok